Здравствуйте! На 39-м канале городские подробности из Анапы. Программа для тех, кто желает быть в курсе событий местной жизни. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Атаман Кубанского казачьего войска, вице-губернатор Александр Власов, мэр Анапы Василий Швец, депутат ЦСК Алексей Аксенов, главы муниципалитета в Кубани, атаманы районных казачьих обществ. Иван Безулы представил казакам отчет о совместной работе за пятилетний период. Численность казаков Каманского казачьего отдела с каждым годом увеличивается и уже превысила отметку в 17 тысяч. Почти в 200 мероприятиях, организованных казачеством, приняли участие более 105 тысяч человек. Благодаря поддержке губернатора Кубани в Таманском казачьем отделе создано 1155 казачьих классов и казачьих групп, в которых обучается около 20 тысяч казачат, а также 14 детским садам присвоен статус казачьего. Казаки всегда оказывают огромную помощь в охране правопорядка и ликвидации последствий ЧАЭС. Благодаря мощной поддержке губернатора Казачьего правительства Кондратьева, Атамана Кубанского казачьего, Александра Ивановича Власова, в Таманском отделе создано 1155 казачьих классов. А в классах патриоты государства российского патриоты. Я знал, я встречаюсь с молодежью. Обучается 22 749 казачьих. Казачьих школ в Таманском отделе 20. Лучших результатов влечения чистости казаков добились. Анапское районное казачье общество, казачий полковник Плотников, Атаман района. Крымское районное казачье общество, Атаман Войска Войска, Шенокрича Ненко, Сергей Анатольевич. Адинское районное казачье общество, Атаман Подисов-Лобан. Александр Власов отметил, что сегодня казаки, как одна большая семья, встали на защиту Отечества, выполняя боевые задачи в зоне СВО. Они доблестно проявляют себя на службе. Многие из них подглавляют взводы и подразделения. Это говорит о высоком уровне патриотической и военной подготовки. Анапа – город с богатой казачьей историей, где важное место занимает военно-патриотическое воспитание молодежи. Отрадно видеть, что наш отдел – самый мощный, самый активный в кубанском казачьем войске, отметил Василий Швец. Бесспорно, за минувшие пять лет в Атаманском отделе сделано очень много по всем направлениям. От масштабной, крайне необходимой в нашем сложной, во многом переломное время работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи, до нашего полного взаимодействия, в том числе во время ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций. Главное, что удалось – перейти от периода возрождения и становления казачества к новому этапу – этапу роста и развития. И здесь я хочу отметить огромную роль, которую во всех этих процессах играл и играет лидер Атаманского отдела казачьего общества, нашего кубанского казачьего войска, наш Атаман, наш Иван Безуглова. Наш отдел, он по праву самый мощный, самый активный в кубанском казачьем войске. Безусловно, Атаманское районное казачье общество гордится, что является его составной частью. Все присутствующие положительно оценили работу Ивана Безуглова. По итогам голосования казачий полковник был единогласно переизбран Атаманом казачьего отдела Кубанского казачьего войска. Отчетно-выборный сбор завершился церемонией награждения отличившихся казаков. Под руководством председателя комитета Елены Некрасовой депутаты городского совета оценили эффективность муниципальных программ в сфере культуры и образования. Особое внимание парламентарии обратили на меры соцподдержки инвалидов и граждан, прибывших в Анапу из новых субъектов России. Начальник Анапской соцзащиты Людмила Гузенко и руководитель Центра занятости города-курорта Павел Стуров сообщили, что Анапа стала одним из первых городов, принявших граждан из Запорожской и Херсонской областей и уже имеет передовой опыт по социальным выплатам и трудоустройству россиян, вынужденных покинуть свои дома. В одном из пунктов временного размещения создан единый информационный центр, где специалисты консультируют по всем вопросам, в том числе об актуальных вариантах трудоустройства. Там же работодатели из разных уголков России проводят ярмарки вакансий. Анкетирования прошли порядка 2,5 тысяч человек. Часть из них уже ожидают официального приказа о трудоустройстве. Многие ждут получения необходимых документов, но уже имеют договоренности с будущим работодателем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Масштабное мероприятие пройдет в Москве 24 и 25 ноября и объединит порядка 2 тысяч представителей винодельческой отрасли. Эксперты обсудят продвижение винной продукции на потребительский рынок, меры поддержки виноградарства и его законодательное регулирование. Форум организован фондом «Росконгресс» совместно с «Роскачеством», Минпромторгом, Минсельхозом России и Национальным агентством маркетинга российского вина. Напомним, Национальное агентство маркетинга российского вина создано в Анапе в 2021 году и призвано продвигать отечественный продукт на внутреннем и международном рынках, развивать энотуризм и конгрессно-выставочную деятельность в регионах. Отдельным вектором деловой программы станет экспозиция российских производителей вина, на которой пройдут дегустации и мастер-классы от ведущих виноделов и презентация проекта «Винный гид России-2022». Также специалисты поделятся уникальным опытом работы с винной продукцией в индустрии гостеприимства и ритейле. В дальнейшем форум планируется проводить на ежегодной основе. В Анапе детской школе искусств присвоили имя Иосифа Кобзона. В день открытия мемориальной доски народному артисту СССР на здании летней эстрады 18 ноября 2019 года в детской школе искусств номер 2 состоялся открытый урок «Я песни отдал все сполна», посвященный жизни и творчеству Иосифа Давыдовича, на который пригласили его вдову Нелли Михайловну и сына Андрея. В ходе мероприятия руководитель образцового ансамбля казачьей песни «Соловейка» Ирина Базель рассказала о давнем знакомстве с артистом и о том, как Кобзон спонсировал выпуск компакт-диско коллектива. Нелли Михайловна решила продолжить эту традицию и выделила деньги из культурного фонда Кобзон на пошив костюмов ансамблю «Соловейка». По итогам встречи у коллектива учреждения детской школы искусств номер 2 родилась идея о присвоении школе имени Иосифа Кобзона, что и дало повод обратиться с таким предложением к Нелли Кобзон. После официального обращения от нее был получен положительный ответ. Началась подготовка необходимых документов и согласование всех условий. И уже 29 сентября 2022 года принято решение. Решение о переименовании принято постановлением мэрии Анапы о присвоении муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования детская школа искусств номер 2 имени народного артиста СССР Иосифа Давыдовича Кобзона, сообщили в Управлении культуры. А партнер сегодняшнего выпуска новостей – детский развлекательный центр Акуна Матата. Редактор субтитров А.Семкин Краснодарский край активно готовится к зиме, не отстает и курортная отрасль. На Кубани откроются более 70 зимних пляжей. В Сочи появится 36 подобных территорий. В Геленджике – 10, в Анапе – 6, в Туапсинском районе – 7, в Новороссийске и Тимрюкском районе – по 5, в Ейском районе – 3. Об этом сообщают пресс-службы региональной администрации. Все они будут оборудованы для комфортного пребывания там туристов. На каждом из зимних пляжей установят специальные зоны отдыха, инсталляции для фото и развлечений. Отмечается, что в этом году количество зимних пляжей более чем в два раза превышает прошлогоднее число – 32. Сейчас курорты Черноморского побережья загружены более чем на 60%. А в новогодние каникулы заполняемость отелей может достигать 90%. Партнер сегодняшнего выпуска новостей – оптово-розничный комплекс «Фермерский двор» на улице Астраханская, 104. Оптово-розничный склад «Фермерский двор» – это новый уровень комфорта для покупателей. Огромный ассортимент продуктов питания, отличные цены, всегда свежая продукция, большой выбор фермерской домашней продукции, прекрасные мясные и рыбные отделы, овощи и фрукты оптом и в розницу, Восточные сладости, саженцы, хозяйственные товары и многое-многое другое ждет вас на Астраханской, 104. Далее прогноз погоды в городских подробностях. Во вторник, 22 ноября, нас ожидает переменная облачность. Температура воздуха днем – плюс 17 градусов, влажность воздуха – 66%. Ветер падает с юга со скоростью 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью – плюс 13 градусов. На сегодня это все, о чем успели вам рассказать. Напоминаем, все новости и передачи 39-го канала вы можете найти на сайте anapanews.com. Новости, актуальная информация, интересные события и факты. anapanews.com. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok